Всем привет! Сегодня мой доклад будет посвящен... Прошу прощения. Мой доклад будет посвящен композерам, но прежде пару слов обо мне. Как я уже сказал, меня зовут Роман Фронский, я разработчик в PAM Systems, но кроме непосредственно разработки на PHP, я еще занимаюсь созданием PHP-дайжестов, которые каждые две недели публикую на Хабрахабре, может даже кто-то из вас читал их. И, собственно, композер. Откуда появилась идея такого доклада? В прошлый раз, на прошлом PTP, в седьмом, Антон задал вопрос аудитории, кто пользовался композером. И, к моему удивлению, у людей, которые подняли руки, было не так уж их много. Интересно, среди собравшихся сегодня, кто пользуется композером? Поднимите руки, пожалуйста. Сегодня даже больше. Это очень круто. Значит, вы понимаете, о чем я продаю. Это очень круто. Ну, вообще, вот зачем нам нужен этот композер? То есть, мы жили раньше без композера. Зачем он вдруг понадобился сейчас? А вот такая ситуация может быть знакома вам. Вы разрабатываете какую-то, решаете задачу, разрабатываете проект. Ну, скажем, вы используете какой-то framework. И, допустим, вам понадобилось решить какую-нибудь задачу, которая уже решена в какой-то библиотеке. Вы не хотите вписать собственное решение. Ну, как вы поступаете? Вы скачиваете, допустим, эту библиотеку сип-архива. Вы думаете, как ее подключить в ваш проект. Как заинклудить файл? Какие файлы заинклудить? Есть ли у нее afterloader? Если есть, то как его, где его подключить? Ну, хорошо. Допустим, с одной библиотекой все понятно. Как может быть ситуация, когда библиотек больше? Если у этих библиотек есть еще зависимости. То есть мы скачиваем библиотеку, скачиваем зависимость этой библиотеки. Для каждой библиотеки мы должны думать, как ее подключить, где ее хранить. То есть проблем у нас множатся. Но гораздо хуже, если у нас большая команда разработчиков. И каждый из разработчиков тоже начинает подтягивать какие-то библиотеки, какие-то готовые решения. При этом никто не контролирует, какие версии используются. То есть перед нами возникает проблема зависимости. Когда все что-то подтягивают, какие-то готовые решения, но никто не понимает, что вообще происходит с этими библиотеками. То есть у нас какая-то каша зависимости возникает. Некоторые могут сказать, что вот мой крутой фреймворк, он все умеет. Зачем мне эти библиотеки? У меня уже все есть на фреймворке. Окей, да, есть такие люди, есть такие фреймворки. Но разве интеграцию со сторонними API вы сами тоже реализовываете? То есть вы не пользуетесь социальными SDK библиотеками. То есть все эти сторонние сервисы вы сами реализовываете интеграцию. Ну и к тому же наверняка всем когда-либо, у каждого наступает тот момент, когда ему нужны универсальные инструменты. Например, как PHP или любые другие. Решение есть. Управляйте вашими зависимостями. Используйте специальные инструменты для управления зависимостью. Но эта проблема, она как бы возникла не вчера. И решения уже существовали достаточно давно во всяких разных языках программирования. Например, в случае с первым это SPAM или CPAM. Для Java это AI и Maven. Для Pattern это PIP. Для Ruby это Bundler. Но тут наш слайд, к сожалению, не влез. Но внизу там еще есть JavaScript. Для JavaScript это NPM и Power. Справедливее старайтесь, стоит заметить, что Power появился все-таки позже, чем Composer. Но все остальные эти решения появились намного раньше. Ну а CPAM вообще какую-то историческую эпоху 90-х. Собственно, AI тоже. Ну а что же без PHP? Неужели так все плохо? Ну, казалось бы, самое большое сообщество, самый популярный язык в веб-разработке. А нет, не все так хорошо внутри. Внутри этого большого сообщества, как оказалось, есть маленькие группы. Которые не пересекаются. Вот есть сообщество разработчиков Symfony, сообщество разработчиков Назэм-троеберков, Дубинатор, там, может, молодых-троеберков, типа И, или другие. И плюс, да, конечно. Но плюс это уже новая школа. Здесь все хорошо в зависимости. Как бы эти локальные группы, они решают задачи и не делятся этими решениями. И в итоге мы вот такое видим. То есть, ну казалось бы, OpenHouse, ну что сложного в этом протоколе? Неужели нужно каждому писать свою реализацию? И да, каждый пишет свою реализацию. Вот мы видим у CodeIgniter-пакета, у Laravel-пакета, у Symfony, у Zen. Наверняка есть еще куча других. Вы меня дополните или поправите. Вот такая картина возникает. Хотя казалось бы, одна и та же задача. Но на это есть и объективные причины, о которых я как бы и говорил. Во-первых, как подключать. Если пользователи одного фреймворка написали в библиотеку для себя, как мне ее подключить в моем фреймворке? Или если они пользовались фреймворка? Опять же, какие файлы include? Если у этой библиотеки есть зависимости, то как эти зависимости подтягивать? А если эти зависимости обновились? Как решать эти задачи? Ну и задача организации кода. Особенно актуальна для больших команд. А где нам эти библиотеки хранить? В какой папке? Это нам нужно договариваться каждый раз. То есть каждый раз это занимает какое-то время на принятие решения, на то, чтобы следить за этим. Ну, неужели настолько все плохо в PHP? Неужели не было решений? А вот были решения, это пир. Ну или пэ. Он произносится. Да, это вот инструмент зависимости. Но у него были вообще очень большие недостатки. Во-первых, установка. Мне сначала нужно установить этот пэ. Потом, чтобы какую-то зависимость подтянуть, мне нужно добавить канал. Вот я здесь в примере показываю, как PHP-юнит мы подключаем. И затем я устанавливаю, собственно, зависимость от PHP-юнита. Но, что гораздо хуже, все зависимости устанавливаются глобально. Если у меня, например, я работаю над пятью проектами. И в одном проекте у меня legacy-code, для которого нужна старая библиотека. А в другом проекте у меня новый проект, мне нужна новая версия. А PHP-юнит у меня стоит глобально одной версии. Никак нельзя это разрешить. Ну и в версии нет никакого контроля над версиями между разработчиками. То есть, у одного разработчика одна версия, у другого другая. Мы никак не можем это прокатаблировать. Кроме устной договоренности. Мы не можем корректировать, что у нас будет одна и та же версия автоматически. И вот, в 2011 году два замечательных глипийских разработчика, Милс Адуман и Джорди Боджиано, создали композитор. Но, конечно, они не придумали эту идею. Вдохновлялись NPM-ом и Bauer-ом. Все-таки это PHP. Мы не заплетаем, мы воруем. И в 2010 году они разрабатывали активно. А в 2012-2013 года стали по-настоящему бумом композера. Число пакетов, поскольку там рожак и даже популярность, рост небольшой популярности самого PHP в последнее время, я бы связал именно с появлением композера, а не с выходом Zenfremier 2 или Symfony 2 или другими другими событиями. Приступим непосредственно к композеру. Что нужно для того, чтобы его восстановить? Устанавливать нужно его ИСП. Ладно, это, конечно, шутка. Никакого к этому не нужно. Для Linux-подобных систем все просто. У нас есть онлайн скрипт, инсталлятор. Мы выполняем его из консоли, то есть с помощью пайпа. Этот скрипт проверяет некоторые зависимости, расширение, доступность расширения и конфигурацию PHP. После чего мы получим композер-фар, архив исполняемый, который, собственно, и будет композером. Если на этом этапе у вас возникли какие-то ошибки, то обычно их пофиксически очень просто, потому что композер просто подсказывает, что нужно сделать. Здесь я сразу рекомендую установить его глобально, просто скопировать. Соответствующий банк. Для Windows-пользователей все просто замечательно. Качаем к этого инсталлятора, все устанавливаем глобально и радуемся жизнью. После этого у нас будет доступна команда композер глобально. Но и в дальнейшем пример я буду приводить с использованием этой команды. Использование. Я люблю все пробовать на примерах. И давайте рассмотрим пример создания, ну не RESTful приложения, но по крайней мере начнем его создавать. Основой композера является файл конфигурации Composer JSON. Это JSON-документ, в котором указаны специальные директивы. В примере видно, там я указал имя пакета или проекта автора и ключевая директива RQI. Это как раз и есть те самые зависимости моего проекта. Этот документ можно создать либо вручную, либо воспользоваться командой Composer.nit, которая запустит какие-то, он задаст вопросы и сгенерирует этот файл. Первое, я предлагаю добавить зависимость от интерпретатора. Вот видно, что я указываю версию выше 5.3.0. Все пакеты по умолчанию, они берутся из репозитория Packages. На самом деле это не что иное, каждый пакет в этом репозитории, это не что иное, как ссылка на какую-нибудь систему контроля версии и дополнительная мета-информация о пакете. Здесь мы видим, есть поиск удобный. Давайте, например, найдем какой-нибудь микрофреймберг. Я не хочу сайлокс, я хочу слим, например. Давайте попробуем слим. Все, что нам нужно, это указать имя пакета. Оно состоит из двух частей. Это соответствующее имя ветра и имя пакета. Ну и версию. В данном случае я указываю любую из ветки 2. Версии – это не что иное, как просто теги в системе контроля версии. И не более того. Вот мы видим, это я показываю теги для слима. Мы видим теги 2.3.3, 2.3.2, 2.3.3. Вот именно эти версии мы и можем указывать. Но существует разный способ указания версии. Во-первых, это непосредственно конкретный номер версии мы можем указать. Кроме этого, мы можем указывать диапазоны версии, пользуясь знаками. Эти диапазоны мы можем объединять с помощью логических операторов и и или. И это запятая, и это вертикальная черта. Примеры можно увидеть справа. Можно создавать масками. Это звездочка. Тогда, соответственно, будет вместо звездочки любая версия этой ветки. Ну, вот очень удобная вещь, это поскольку, как я сказал, это просто ссылка на репозиторий обычно, то мы можем указать просто ветку. Для этого нужно использовать ключевой префикс dev. Это именно префикс, он не меняется. Он указывает на то, что дальше следует имя ветки. Даже более того, мы можем указать номер коммитера, просто используя его хэш. В последнем примере я использую ветку-мастер и хэш интересный. Давайте еще что-нибудь подтянем. Например, нам по-любому нужны какие-нибудь логи, подтянем монолог. И я не хочу писать запросы в базе данных ручную, я хочу в rm redbin. Мне нравится эта rm тем, что у нее есть fluid режим. Мы можем вообще не создавать никакие таблицы и поля, просто обращаться к данным через объекты, и все поля будут создаваться или изменяться автоматически. Естественно, во время production этот режим отключается, и мы с готовыми таблицами общаемся. Я подключил последние версии из веток dev.master или для того, или для того. Когда у нас готов уже config, мы можем, собственно, инсталлировать все. Для этого выполняем команду composer install. Первое, что она сделает, это скачать зависимости. Вот мы видим, что самая первая, у нас скачается зависимость psn-log. Хотя, казалось бы, мы же нигде не указывали эту зависимость. И это не что иное, как зависимость нашей зависимости. Скачиваются все зависимости. Так, что-то провиснули. И помещается в папку vendor. Получаем, не всегда, все зависимости у нас помещаются в папку vendor. Кроме того, создается файл composer-log. Composer-log — это JSON-документ, который как бы замыкает наш проект на конкретные версии. То есть, в этом файле указаны конкретные версии, которые были скачаны composer. Этот файл гарантирует нам, что если мы возьмем и зальем этот файл вместе с composer и нашим проектом на production, то когда мы запустим composer, чтобы он подтянул версии, он подтянет именно эти конкретные версии. И мы таким образом абсолютно точно уверены, что если у нас работает на локальной машине, то то же самое у нас будет работать и на production, и у любого другого разработчика. Ну и самая крутая фишка — это вот то, что создается autoload.php. Это autoloader. И это единственный файл, который нам нужно заинклудить. И все, и больше ничего. Вот это просто прекрасно. Вот это пример. Я хочу создать вот индекс.php. Я просто первой строчкой подключаю один единственный файл. И использую любую библиотеку. Вот, я создаю логер, я создаю приложение Slim и создаю handler action. Ну и теперь, если у меня запущен бэксервер, то я зайду по вот этому урлу и увижу радостное сообщение. Как я сказал, в качестве источников пакета полначально используются packages. Но это не единственный источник пакета. Может использоваться просто репозиторий. Это git, svn или virtual. Может использоваться любой файл. Ну, php. Может использоваться zip-архив. Может использоваться все тот же p. И satis. Это статические репозитории, но о нем чуть позже. Особенности работы Composer и систем контроля версий. В Composer JSON мы всегда добавляем в систему контроля версий. Потому что это есть не что иное, как описание нашего пакета, его конфигурация. Мы всегда добавляем его в систему контроля версий. Composer log. Тут есть моменты. Вообще говоря, в официальной документации его рекомендуется добавлять в svn. Но есть разные мнения на этот счет. Некоторые не добавляют его. Они указывают конкретные версии в Composer JSON. То есть они прямо в конфиге указывают конкретную версию. И все. И Composer-блог они добавляют в ignore. Во-первых, это один лишний файл, он мне нужен. А во-вторых, так проще. Vapka Vendor. Но мы ее никогда не добавляем в svn. Потому что зачем вам все эти зависимости в svn? Система контроля версий, конечно же, если вы используете другую, другую мы их тоже не добавляем. Поэтому ее сразу можно добавить в ignore и никогда-никогда не коммитить. Отличная особенность в Composer – это возможность создать проект из нашего пакета. Я создал вот то маленькое предложение. И теперь это мой скелет. Теперь каждый раз, когда я создаю приложение на Slim, я не хочу все это заново создавать. Я не хочу писать опять этот JSON, все это заново думать о зависимости. Я хочу создать этот пакет и потом просто вызывать команду create project. и получать все то же самое уже готовый проект. Для этого я что делаю? Я добавляю все на GitHub, комичу и создаю пакет на packages. Здесь я не добавил картинку, но это делается очень просто. Вам просто нужно указать ссылку на ваш репозиторий в GitHub, BitPacket или просто в любой глобально доступный Git. Вы указываете и из версий, из тегов вашего пакета будут созданы версии. Вся остальная информация будет создана автоматически. И теперь, например, я хочу создать Facebook killer. Я просто запускаю команду composer create project и указываю имя пакета. Пронский с лимитом. И все. Ну и папку, куда мне нужно его заинстагировать. Все, у меня разворачивается готовый проект. Это очень удобно. То же самое можно сделать, ну например, хотите вы попробовать, скажем, фреймворк Laravel, вы можете сделать create project Laravel и все, он вам создаст готовый проект. или symphony, вы можете create project symphony slash standard symphony application. Он вам создаст готовое symphony приложение. Вы можете сразу же попробовать. Для этого вам буквально нужно использовать эту команду. Это был тривиальный кейс, а теперь что-нибудь посложнее. WordPress, да? Я очень люблю WordPress за то, что он позволяет решать огромный класс задач быстро и благодаря наличию огромного числа плагинов этот класс задач еще шире. То есть все круто. Но что мне больше всего не нравится, это то, что каждый раз мне нужно скачивать все эти плагины вручную, устанавливать вручную. Я не хочу делать ничего вручную. Я хочу точно же так делать create project, чтобы все у меня создалось само. Но с WordPress это все не так просто. Потому что, по-моему, наша структура файлов у WordPress, она выглядит вот так. Наверняка, если вы работали с WordPress, вам это знакомо. Вот это то, что у нас лежит в корне. Нам это не нравится. Мы хотим вот такую структуру. То есть чтобы в папке WP у нас лежало ядро WordPress, в папке WP Content у нас лежали плагины, темы, ну и другая, связанная конкретно с этим проектом информация. И есть вот инструкция по этой ссылке, как так сделать. Это делается элементарно. Но как же быть с папкой vendor? То есть если мы просто подключим WordPress через Composer, даже если бы это просто так можно было сделать, а он бы у нас скачался весь в папку vendor. Мы не хотим в папку vendor, мы хотим в корень. Ну, вернее, не в корень, а вот в той структуре. И здесь нас спасают инсталлеры. Инсталлеры – это скрипты на PHP, которые реализовывают вот этот интерфейс. Инсталлер-интерфейс. И позволяют делать все, что угодно. Инсталлировать куда угодно, делать все, что угодно. И в случае с WordPress мы можем воспользоваться готовым инсталлером. Вот Fancy Guided Group Installer. Который позволяет сделать, ну вот, указать просто папку, куда нам будет инсталлироваться зависимость. Что нам нужно сделать для этого? Поскольку WordPress у нас не является пакетом Composer, мы создаем этот пакет вручную. И, как я уже говорил, в качестве источника пакета может быть zip file. Вот мы видим, я указываю URL, и просто URL на последнюю версию WordPress. И это будет наш источник зависимости. И также я указываю, что нам нужен инсталлер. WebRoot Installer. На что здесь стоит обратить внимание? Это вот эта директива extra. Здесь передается информация для инсталлера. Я указываю непосредственно WebRoot.dir. То есть указываю, куда мне нужно инсталлировать WordPress. Ну вот это подтверждение того, что Composer до сих пор не является пакетом JSON, а обсуждение этого ведется уже 7 месяцев. До сих пор нет. Хотя казалось бы добавить один file. После этого мы получим вот такую вот структуру территории. То есть у нас будет Composer JSON, Composer Log, WebRoot и папочка WebPair, которая у нас будет есть WordPress. Нас это тоже, конечно, не устраивает. И здесь все-таки придется применить вручную этот хак, который был по ссылке. Надеюсь, у меня будет время, я напишу инсталлера, который этот хак реализовывает. Но пока я этого, к сожалению, не сделал. Как быть с WordPress-плагинами? Здесь вообще все замечательно. У нас есть инсталлеры, которые лежат в пакете Composer Instalers. Они созданы авторами Composer и позволяют нам подключать плагины. Они будут полночайнее устанавливаться по группе Content Plugins, темы и мультисайт плагины. Но для того, чтобы таким образом плагин мог быть подключен, у него должен быть Composer JSON, то есть он должен быть пакетом. А если плагин не является пакетом, а таких, как говорю, плагинов большинство, тоже есть решение? Упс. Есть вот такой замечательный репозиторий WordPress Packages. Поскольку архив этих плагинов, он является на самом деле просто обычным SWN репозиторием. И те же самые теки там используются в качестве версии. Вот этот WordPress Packages, он просто добавляет для каждого плагина определенную мета-информацию и создает из него пакет. Для того, чтобы его использовать, нам нужно просто указать в качестве репозитория, добавить репозиторий и указать этот WP Packages. Ну и затем любой плагин нам будет доступен в формате WP Packages slash имя плагина. Но все ли так хорошо с компользером? На самом деле есть некоторые проблемы. Ну, во-первых, папка вендор. То есть по умолчанию все зависимости становятся в папку вендор. Вот по ссылочке на слово вендор есть замечательная статья от Игоря Брайдера. Он написал, почему ваши зависимости всегда должны быть в папке вендор. Там интересная статья. Но все-таки, все-таки нередко возникают ситуации, когда нам нужно инсталировать не в папку вендор. Но есть решение. Это собственные инсталлеры, обычные сим-линки и скрипты. Скрипты – это куки, которые выполняются на определенные события. Но последние два решения, сим-линки и скрипты – это все-таки такие хаки, которые не стоит часто применять. Использование памяти. Когда у вас много зависимости, композер живет очень много памяти. В принципе, решение простое – увеличить memory limit до 1 гигабайта. Вам могут быть проблемы, если вы захотите использовать композер на каком-нибудь хостинге. Ну не скажем не хостинге, а выделен у вас сервер, у которого ограниченный объем памяти – скажем 512 мегабайт. Вы не сможете увеличить до 1 гигабайта и все у вас рухнет. Есть проблемы безопасности. Ну даваться подробностей я не буду, но есть две ссылки, я привел, кому интересно смогут подробнее прочитать. Наверняка есть еще проблемы. Если кто знает, то, пожалуйста, поделитесь. Несколько рекомендаций о том, как пользоваться композером. Никогда, запомните, никогда не изменяйте ничего в папке вендор. Это черный ящик. Все, что в папке вендор, изменять нельзя. Если вы нашли ошибку в вашей зависимости, или вам… Ну вот, если вы нашли ошибку, или вы хотите изменить, что-то доделать, создайте форк. Используйте в качестве зависимости ваш форк. У вас не будет никаких проблем с именами, потому что вы всегда можете использовать алиасы. Никаких проблем не будет. Никогда не изменяйте папку вендор. Если у вас в папке вендор лежат конфиги, подумайте о том, как вынести эти конфиги из папки вендор. То есть использовать какие-то глобальные файлы, но никогда не изменяйте папку вендор, иначе вы просто нарушаете весь смысл использования композера. Ваш процесс становится как бы непредсказуемым в разработке, и нет смысла его использовать, если вы изменяете папку вендор. Вы все просто сломаете. Особенно, когда вы выполните команду update. Ну и вот, собственно, в чем разница между install и update? Команда композер-инстал, если у вас уже создан файл композер-лог, она использует его, и все зависимости подтягивает из него. То есть, если другой разработчик залил, скажем, в композер-лог, то выполнив команду композер-инстал, вы скачаете именно те версии, которые были скачаны им. При этом, если уже вышли на тот момент новые версии пакетов, все равно будут скачаны только те, которые в лог. Кроме того, используется режим no-dev. Это значит, что так называемые dev-зависимости не будут подтягиваться. Dev-зависимости это обычно php-unit или какие-то специальные инструменты, которые не нужны на production, например. Они указываются в отдельной директиве require-dev. Композер-апдейт использует только композер-json конфигурацию и перезатирает композер-лог. И он как раз таки оттягивает зависимости dev. Когда и какой из них нужно использовать? Все просто. В этом случае используйте композер-апдейт, используйте композер-инстал, если вы хотите, чтобы у вас было все из композер-лог, четкие версии. Но если вдруг вам нужны версии из композер-лог, но при этом нужны dev-зависимости, то используйте параметр dev. Satis. Satis — это генератор репозиториев. По сути, это микро-пэкаджес. То есть, если у вас есть глобальные пэкаджес, то вы хотите свой пэкаджес. Когда это может быть удобно? Ну, например, вы работаете в большой компании, и у вас есть ряд решений готовых, которыми вы не хотите делиться с сообществом. То есть, не хотите их open-source. Но при этом вы хотите, чтобы они были доступны всем разработчикам вашей компании. Вот как раз в этом случае очень удобен Satis. Вы можете создать свой пэкаджес, микро-пэкаджес. И любой разработчик сможет легко устанавливать зависимости, не указывая длинные версии, добавляя репозиторий, просто указав имя макета. Что для этого нужно? Ну, установить сайт. Устанавливается вот команда create project элементарно. Мы пишем конфиг. В конфиге мы добавляем репозиторий. Это обычная система контроля версии обычно. Ну, то есть, конечно, можно указать и любые другие, но в данном случае это система контроля версии. Мы билдим его и запускаем веб-сервер. Тогда у нас по углу, по которому вы запустили веб-сервер, на котором у вас будет доступен репозиторий. Теперь разработчик, допустим, хочет использовать пакет company package. Он добавляет репозиторий в ваш package.example.org, скажем, это ваш Satis репозиторий. И использует из него пакеты любые, просто указывая их имена. Это очень удобно. Кроме того, Satis может быть использован в качестве зеркала. Когда это может быть необходимо? В последнее время, может, вы замечали, гитхаб часто недоступен. Вот он просто там лежит. А бывает так, что нам важно, чтобы нам всегда все было доступно 99% времени. Мы не хотим зависеть от гитхаба. Тогда мы просто можем указать URL репозитория, который мы хотим, чтобы нам был доступен. Например, вот я указываю ZenFrayGuard. Я указываю версии, которые мне нужны. То есть больше, чем 2.2. И ключевой момент – это директива архив. Если я укажу ее, то Satis скачает все версии, которые выше 2.2 локально. И они будут всегда доступны нелокально. Даже если гитхаб лежит. На этом работа с Satis закончена. И еще одна полезная вещь, полезная возможность композера – это скрипты или хуки. То есть это набор команд, которые выполняются по определенным событиям. Например, после инсталляции, перед инсталляцией, после апдейта или создания пакета. Но это часто бывает, может быть полезным. Вам нужно создать сим-линки, какие-то изменения каждый раз вам нужно сделать. Но с этим нужно быть очень-очень аккуратным. Ну, потому что можно сделать вот так, например. Или, например, можно вообще вот так сделать. А потом вот так. За примеры отдельное спасибо Роме Владеру. Но, к счастью, можно запускать без скриптов. Мы можем делать композер-инсталл и указать параметр no scripts. В таком случае скрипты не будут выполняться. И мы можем отглаживать скрипты и запускать конкретный любой из них. Только скрипт, не выполняя ничего, кроме этого. Обновляйте сам композер. Просто запустите self-update и он обновится. Если что-то другое совсем пошло не так. Не после обновления, а вообще, в принципе, пошло не так. Удалите папку vendor и запретите все сразу. У вас генерируется новый log-файл и скачаются все зависимости. Пользуйтесь шпаргалкой. Это очень удобный инструмент. Вы просто наводите на любую команду. Мышка вам показывает краткую информацию. Это очень удобно, очень быстро. Потому что все мы люди и никто полностью все не запоминает. Визуализируйте ваши зависимости. Особенно, если в вашей команде много разработчиков. Вот, например, я визуализировал в зависимости от того маленького приложения на сви. Это один из инструментов. Есть более продвинутый. Он генерирует интерактивную такую страничку. Можно наводить на каждую зависимость. Он стрелочками соединяет те, что куда зависит. Вот такой полезный инструмент. Ну и последний совет. Читайте PHP дайджесты. Очень много полезного вы там можете найти. И пользуйтесь поиском. Например, если вам нужно найти всю информацию по композеру, просто введите в поиски композера. И вот вы увидите все, что вам нужно по композеру. Вы быстро получите доступ к полезной информации. Спасибо. Ваши вопросы. Продолжение следует.